Продолжаем музыкальную вдохновляющую тему. В Петербурге в эти дни проходит выставка посвящения композитору Исааку Шварцу. Он создал музыку к известным отечественным фильмам «Тикая собака Динго», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка» и многим другим. На выставке по волнам киномузыки Исаака Шварца находится наш коллега Анастасия Шахова. Настя, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Да, я вас приглашаю сегодня присоединиться к нашей экскурсионной прогулке. которая проходит на корабле. Но только мы будем сегодня наслаждаться не видами Санкт-Петербурга нашего любимого, а творчеством выдающегося кинокомпозитора Исаака Шварца. Можно представить лето, солнечную погоду. И вот эту атмосферу постарались здесь передать. И сегодня Анна Маугли выступит экскурсоводом, куратор выставки. Она расскажет нам, почему же выбрали стилистику корабля речного. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно же, прогулочные кораблики – неотъемлемый атрибут Санкт-Петербурга и Ленинграда, потому что лето, каникулы, массы туристов приезжают полюбоваться видами города и с удовольствием путешествуют по городу на прогулочных корабликах. И мы решили придерживаться этой эстетики. Мы решили перенести историю о путешествии по кинофильмам с музыкой Шварца в декорации прогулочного кораблика, где в окнах вместо видовых картин, обычно сопутствующих путешествий по рекам и каналам, наши посетители могут увидеть кинокадры из 14 картин, музыку которой написал Исаак Шварц. – Как строится маршрут и как выбирали фильмы? Потому что Исаак Шварц написал более 120 картин. Вы знаете, выбор был очень непрост. С одной стороны, это было несложно, а с другой стороны, это было достаточно трудно, потому что замечательные все фильмы, великолепная музыка. И сделать выбор на каких-то 10, допустим, картинах было очень сложно. И мы выбрали, начиная с «Дикой собаки Динго», то есть одного из самых ранних фильмов, над которым работал Исаак Шварц, и заканчивая кинокартиной «Быть из замуж за капитана». Это такой предперестроечный кинофильм, как вы помните, очень милый, трогательный, где музыка Шварца уже звучит в соответствии с современными требованиями поп-культуры и массовой культуры. Там же внедряется синтезатор и так далее. Таким образом, вот наш маршрут, каждая остановка, которую озвучивает гид, это каждый фильм, о котором мы рассказываем, с музыкальными фрагментами. То есть это своего рода фильм-концерт. Помните, был раньше такой формат на советском телевидении? Фильм-концерт. Это когда была такая очень удачная нарезка с видовыми какими-то картинами, с видовыми какими-то пейзажами и так далее под музыку советских классов. А вот как раз здесь, насколько мне известно, представлены впервые стоп-кадры из фильмов. Что это за кадры? Ну, хотелось бы, конечно же, отметить, во-первых, что это кадры. То, что сейчас вы видите, это кадр, это срезка. С кинопленки замечательного фильма Евгения Татарского «Золотая мина». Великолепный детектив, замечательную атмосферную музыку, которому написал Исаак Шварц. Эта музыка в дальнейшем стала жить своей жизнью, потому что она звучит совершенно абсолютно в духе нашего города. А второй кадр, второй, третий, четвертый, это вот кадры как раз из «Звезды пленительного счастья». Вы видите здесь закадровые рабочие моменты, один из самых драматических моментов казни декабристов, и как раз он захвачен. Да, вот музыку, если коротко, что выделяет музыку, которую написал Исаак Шварц? Ну, конечно же, это невероятная мелодичность. Это фантастическая мелодичность, это своего рода, вы знаете, субъективность, я бы даже сказала, потому что это гипнотическое воздействие на слушателя. То есть он может услышать ту или иную композицию, и потом, спустя годы, эта музыка вдруг прозвучит в душе и в памяти, и в голове. Поэтому мы не могли не обратиться к творчеству Шварца, когда мы в этом году отмечаем его столетие, потому что это один из самых знаковых композиторов советского кинематографа в том числе. Да, Анна, спасибо вам большое. Да, выставка действительно очень атмосферная и не оставит равнодушным ни одного посетителя. Коллеги, я передаю вам слово. Анастасия, Анна, спасибо вам, что погрузили нас в эту потрясающую атмосферу и по волнам кинолент старых и любимых мы пронеслись вместе с вами.